Саида Вармеля В конце прошлого, 2018 года, здесь имел место очень подозрительный случай. На 40-й день после смерти местной жительницы, медсестры, здесь пытались украсть железные надгробия, венки и ограды. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту вандализма в отношении захоронений. Сейчас вы увидите видео очевидца тех событий. Меня зовут Ибраим Маулнан, Зайраттан, Тимир памятник на Иллиарде. Старый хлам. Сельсовет, подожди, подожди. Сельсовет разрешения Берганты. Типа. Почему типа? Она записана, в книге записана, в учетах. Сельсовет не имеет права. Моя не имеет права, потому что был аул халканы. Аул халканы, не имеет права. Аул халканы имеют права, аул халканы имеют права, аул халканы имеют права. Был Тимир Тамару, все равно памятникам чья-то собственность, все-таки. Обратно, нет. Занесите обратно и все, самое главное. Так, вот, опять вот это ритуальные услуги. Газель Зелимкаранова. Зелимкарановский кладбище. Кладбище нам хотят металлолом забрать. Опять-таки, вот. Тут венки лежат, венки не хотят забирать именно ограждение. Получается, в коммерческих целях застряли мужики. Аллах все-таки есть. Вот так вот. Возникает невольное подозрение в том, что должностные лица, причастные к организации хищения могильных надгробий, сделали это с целью использовать надгробия в каких-то оккультных ритуалах. Это река Зелим. Возле деревни Ибрагимова. При попустительстве Зелимкарановского сельского совета здесь устроен вот такой нелегальный карьер. Я полагаю, что здесь орудуют черные копатели, которые намывают золото, чему благоприятствует расположение этого карьера на излучине реки, где река намывает вот этот вот золотоносный песок и гальку. Я нахожусь на зернотоке деревни Узбек, бывшего колхоза Агидель. При попустительстве главы сельского совета мародеры начали разбирать кровлю зернотока. На кирпичи и металлолом начали разбирать мельницу и разобрали одно из хранилищ удобрений и зерна. С остальных мародеры сняли ворота. Причем в открытом доступе оказались удобрения, которыми может отравиться домашняя скотина. Доступ в зерноток открыт, поскольку ворота мародеры также при попустительстве главы сельского совета. Деревня Узбек – это здание бывшего колхоза Агидель. Еще две недели назад это было добротное здание. Два года назад в нем был сделан евроремонт. Здесь была прекрасная кухня с оборудованием. Здесь сняли даже проводку, вырвали вот эти вот оконные проемы. Это все было сделано две недели назад. Вот этот вандализм произошел за спиной депутатов сельского совета, и это не могло пройти мимо и быть сделано без распоряжения и прямого указания главы сельского совета. Складывается впечатление, что это было сделано для того, чтобы никакая хозяйственная деятельность, никакая деловая активность здесь не могла быть восстановлена. Вот в окно здесь видно, какие это были хорошие, с любовью отремонтированные помещения. Со слов сельчан Большого Утяша в 2016 году эта дорога, начиная от начала улицы Речная и до того перекрестка, эта дорога была проложена. Но, как видим, она проложена только на бумаге. Денег нет, дороги нет. Глава сельского совета до сих пор не разрешила этот вопрос. Со слов тех же сельчан Большого Утяша в Гафурийской районной газете появился отчет главы сельского поселения о том, что здесь проложен мост. Это жизненно важная артерия для селян, потому что на той стороне находится село от этого моста, на другой стороне находятся сенокосные угодья и находится лес, откуда везут дрова. В село не проведен газ, поэтому дрова, вы сами понимаете, наши холодные зимы, то есть вот эта жизненно важная магистраль, мост, который есть согласно отчету главы сельского поселения, и вы сами можете наблюдать, что здесь происходит. Когда идут дожди, здесь проехать невозможно, поскольку здесь появляется та самая речка, над которой должен быть мост. Сельчане говорят, что глава Гафурийской районной администрации отчитался в социальных сетях, что во всех деревнях Зелим Карановского сельского совета проведено освещение. Однако в селе Большой Утяж освещения нет. Кроме того, вот этот мост согласно планам 2019 года должен быть отремонтирован. Строительный сезон на исходе работы по ремонту или возведению моста, вы сами видите, что сложно вообще каким-то словом это назвать, до сих пор не начаты. Тот же самый Большой Утяж это площадка для твердых бытовых отходов, за которую население оплачивает, как за вывоз мусора. По ГОСТу здесь должна быть забетонированная площадка с закрытыми контейнерами на ней. За безобразное состояние данной площадки несет ответственность глава сельского совета. Вот уже третий год поля колхоза Агидель не засеваются. Пайщики платят налоги, однако пользоваться землей не могут, потому что глава сельского совета создает искусственные бюрократические препятствия для оформления сельскохозяйственных угодий. При этом поля, поросшие бурьяном, несут пожарную опасность. Осенью бурьян засыхает, поля находятся в непосредственной близости от деревни, пожарные траншеи не проведены. Мы находимся в парке имени Мажита Гафури в деревне Зелим-Каран. Здесь каждая из этих берез посажена башкирским писателем или поэтом на 100-летие Мажита Гафури в 1980 году. На этом месте находился постамент с бюстом башкирского поэта. Несколько лет назад этот бюст был кем-то похищен. Складывается впечатление, что кто-то хочет стереть народную память о башкирском поэте. Более того, после похищения бюста остался постамент. Однако, глава сельской администрации вместо того, чтобы восстановить бюст, убрала также и этот постамент. Прошу обратить внимание, в каком красивом месте находится этот парк и где стоял постамент. Здесь бьют три источника, три родника. Мы находимся в том же Зелим-Каране возле памятного дома, который был построен в 1980 году к 100-летнему юбилею со дня рождения Мажита Гафури. Домик этот также разрушен. Складывается впечатление, что глава сельского совета питается негативной энергией, исходящей от страданий населения. Кроме того, складывается впечатление, что она сосет жизненные соки народа путем финансовых махинаций. Также она производит мерзость запустения на территориях, которые необходимо срочно освободить от ее руководства. При этом ей покровительствует, невзирая на жалобы населения, глава Гафурийской районной администрации. Пришла пора назвать имена главу сельского поселения завод Нурселя Хасанова, главу администрации Гафурийского района завод Фанзиль Чингизов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...